Комик Пит Дэвидсон сделал себе имя, но на своем пути к славе в шоу субботним вечером и на большом экране ему пришлось преодолеть множество препятствий, таких как проблемы с психическим здоровьем и потеря отца. Перед вами его трагическая реальная история жизни. Одна из самых больших трагедий в жизни Пита Дэвидсона случилась, когда ему было всего 7 лет. Во время террористических атак 11 сентября 2001 года его отец-пожарный Скотт погиб, спасая людей, оказавшихся в ловушке в отеле Мариотт Мирового торгового центра. После того, как он пробрался в здание, башня, где располагалась гостиница, рухнула, она была сбита вторым захваченным самолетом. Потеря отца в таком юном возрасте была чрезвычайно травматичной для Дэвидсона, который обратился за помощью к специалистам в области психического здоровья. Сообщается, что Скотт Дэвидсон обладал потрясающим чувством юмора, как и его сын. Ему было всего 33 года, когда он скончался. В 2014 году Пит увековечил память своего отца, написав в твиттере, «Не могу поверить, что прошло 13 лет. Кажется, это было только вчера. Невозможно выразить словами, как я скучаю по тебе». После потери отца Дэвидсону было трудно противостоять своим демонам и справляться со всем, через что он проходил. В детстве он был склонен высвобождать свои эмоции необычными способами. Как сказала его мать Эми в интервью New York Times в 2015 году, «Было печально, каким грустным он растет» Однажды в школе Дэвидсон в отчаянии рвал на себе волосы, и, как он сказал Times во многих отношениях, стал, цитата, «лабораторной крысой» для врачей, которые пытались понять переживания детей, чьи родители стали жертвами террористических атак. Как он сказал Times, это было невыносимо. Одноклассники не щадили Дэвидсона. Он испытал на себе издевательства с их стороны. В интервью 2016 года радио-диджею Питеру Розенбергу он рассказал, что у него был только один друг в старшей школе, которому он мог доверять. Большинство других ребят не очень любили его. Как он выразился, «Я учился в школе, тяжело переживая горе, поэтому иногда устраивал сцены. У меня не было друзей» Дэвидсон увлекался комедией с юных лет. На самом деле, он впервые выступил ещё подростком. В 16 лет он вышел на сцену клуба Looney Bean Comedy Club в своем родном Стейтон-Айленде. Ему было немного неловко, и он был неуверен в себе, но тем не менее он пошел вперед и устроил впечатляющий номер, не моргнув глазом, произнося самые необычные реплики. Например, он пошутил о том, что его привлекают девушки постарше. «Я думаю, что 21-летние девушки очень горячие» Его выступление тогда было очень похоже на современные выступления, поскольку он предпочитает просто быть самим собой. Как он объяснил The Ringer в 2020 году, «Я не знаю, как выступать, писать персонажей или делать пародии» Для Дэвидсона комедийные клубы казались безопасным убежищем, где он наконец смог раствориться и почувствовать себя непринужденно. Помогло и то, что его поддерживала мама, которая брала его на стендап-шоу. Как она сказала New York Times в 2015 году, «Ему было тяжело расти без отца. Я хотела, чтобы он был счастлив. И это сделало его по-настоящему счастливым» Еще с подросткового возраста Дэвидсон борется с хроническим заболеванием. Ему впервые поставили диагноз болезни Крона, когда ему было около 17 или 18 лет, но он научился с этим жить. Он получал всю необходимую медицинскую помощь, но единственное, что ему помогало, это марихуана. В интервью High Times в 2016 году он рассказал, «Мой желудок весь день болел и я не мог есть, а потом я курил, ел и выступал» Болезнь Крона – это хроническое заболевание, которое может привести к воспалению желудочно-кишечного тракта. Симптомы включают запор, судороги, диарею и ректальное кровотечение. Несмотря на то, что Дэвидсон живет с болезнью в течение многих лет, он не позволил ей сломить его. Его также поддерживали близкие. Когда над ним издевались из-за темных кругов под глазами, которые, возможно, являются симптомом болезни Крона, его тогдашняя девушка Ариана Гранде ответила ненавистникам в Твиттере, «Вы же знаете, что у этого человека аутоиммунное заболевание, верно?» И пускай марихуана помогла Дэвидсону справиться с проблемами со здоровьем, она также оказала негативное влияние, поскольку он стал зависимым до такой степени, что ему пришлось пройти курс реабилитации. Он никогда не уклонялся от разговора об этом конкретном аспекте своей жизни. В 2017 году он рассказал о борьбе с зависимостью, написав в Instagram, «Я бросил наркотики и впервые за 8 лет стал счастливым и трезвым. Это было нелегко, но у меня есть отличная девушка, отличные друзья, и я считаю себя счастливчиком» Дэвидсон также открыто рассказывал об этой части своей жизни во время выступления на SNL. Появившись на Weekend Update в декабре 2019 года, он пошутил, «Я собираюсь в небольшой отпуск. Знаете, такой, когда страховка частично оплачивается, и у вас забирают телефон и шнурки? У вас также есть соседи по комнате, но это всё равно стоит около 100 тысяч» И помимо помощи Дэвидсону с отказом от наркотиков, реабилитация также оказалась полезной для его психического здоровья. Помимо всех других проблем, Дэвидсон также живет с пограничным расстройством личности, психическим заболеванием, которое проявляется в виде нестабильных отношений, искаженного самоощущения и склонности к сильным эмоциональным реакциям. В 2017 году ему поставили диагноз PRL. Примерно в то же время он зашел в Instagram, чтобы подробно написать о том, как его поведение привело к тому, что другие набросились на него. Как он выразился, «В течение 9 месяцев я подвергался издевательствам в интернете и публично. Я открыто говорил о PRL и суицидальных наклонностях в надежде, что это поможет привлечь внимание и сможет помочь таким людям, как я, которые не хотят продолжать жить. Я просто хочу, чтобы вы знали» Он добавил, «Неважно, как сильно интернет или кто-либо ещё пытается заставить меня убить себя. Я не сделаю этого. Я расстроен, и я должен это сказать. Всем тем, кто не дает мне вырваться и видит все так, как есть на самом деле, я скажу следующее – я вижу вас и люблю» Эксперты в области психического здоровья похвалили Дэвидсона за то, что он решил обнародовать свой диагноз. Например, Софи Лазарус, доцент кафедры психиатрии в медицинском центре Векстера при Университете штата Огайо, отметила, что это имеет большое значение, поскольку помогает избавиться от клейма, связанного с болезнью. Как она сказала Today, «Тот, кто думает, что неизлечим, чрезмерно эмоционален или надломлен, возможно, увидит это, посмотрит, каковы симптомы, и обратится за лечением» Что касается личной жизни Пита Дэвидсона, всё, мягко говоря, нестабильно. Некоторое время он встречался с Орианой Гранде, и они даже обручились в июне 2018 года, но что-то пошло не так, и пара рассталась в октябре того же года. Как сообщил журналу People источник близких к Гранде, «Всё прошло слишком, слишком быстро. Это никого не шокирует. На Дэвидсона разрыв сильно повлиял, и он даже удалил свои учетные записи в социальных сетях после этого. Это было особенно трудное время, так как примерно месяцем ранее бывший парень Гранде, Мак Миллар, скончался от передозировки наркотиков. До своих отношений с Гранде Дэвидсон встречался с 2016 по 2018 год с Каззи Дэвид, дочерью комика Ларри Дэвида. Он начал встречаться с Гранде всего через несколько дней после разрыва. В коллекции эссе Каззи 2020 года под названием No One Asked For This она рассказала, что когда узнала, что Дэвидсон решил убрать свои татуировки, посвященные ей после того, как они расстались, она почувствовала себя удрученной и расстроенной. Как она это описала, «Мне казалось, что меня терроризируют» В 2020 году ходили слухи, что Дэвидсон состоял в отношениях с моделью Кайи и Гербер, но в конечном итоге они также расстались. В декабре 2018 года, вскоре после разрыва с Орианой Гранде, Дэвидсон напугал свою семью и друзей, когда зашел в Instagram, чтобы поделиться крайне тревожным сообщением. Как он написал, «Я действительно не хочу больше находиться на этой земле. Я изо всех сил стараюсь оставаться здесь ради тебя, но действительно не знаю, сколько ещё я смогу продержаться. Все, что я когда-либо пытался делать, это помогать людям. Просто помни, что я тебе это говорил» После публикации этого сообщения Дэвидсон удалил свою учетную запись. Однако многие люди на это быстро отреагировали. Департамент полиции Нью-Йорка проверил его и убедился, что он в безопасности. Его сообщение получило комментарии фанатов, предлагающих ему поддержку. К сожалению, некоторые из них не поддержали его, побуждая покончить с собой. Однако он получил поддержку от некоторых известных друзей. В твиттере ему написал рэпер Кит Кадди, «Я думаю о тебе, Пит. Перезвони мне, бро». К счастью, ничего необратимо трагического не произошло, и он действительно появился в прямом эфире на шоу субботним вечером в тот же день. Возможно, это был самый известный случай, когда Дэвидсон боролся с мыслями о самоубийстве, но не первый. Как он рассказал в интервью Variety в 2018 году, однажды он пытался утопиться в бассейне, когда был в 4-ом или 5-ом классе. У Дэвидсона много татуировок, и они стали для него своего рода терапией. Он использовал их, чтобы вернуть себе голос, выразить себя и скрыть шрамы, оставшиеся от члена вредительства. Поскольку он часто причинял себе вред порезами, чтобы справиться с эмоциями. Во время интервью 2020 года Чарломейн Тагадд рассказал о том, как обнаружил, что ему нужна профессиональная помощь. Он сказал, что знает, что дела идут плохо, когда он начинает наносить себе порезы, и всё кажется ему слишком невыносимым, или когда его близкие подходят к нему и говорят что-то вроде, «Эй, мы все обеспокоены, поэтому тебе лучше обратиться за помощью» Дэвидсон также отметил, что у него хороший круг друзей и близких, которые заботятся о нем и его психическом здоровье. Одна из его татуировок служит данью уважения семье. На его левой руке есть цифры 8418, которые являлись номером пожарного значка его отца. Одно из самых удивительных и печальных открытий заключается в том, что Пит Дэвидсон чувствовал себя затравленным во время своего выступления на шоу субботним вечером. В своем интервью Шарломейн Тагадд в 2020 году он откровенно признался, что не всегда полностью осознавал, что происходило на шоу. Он объяснил, что, пускай поначалу ему чрезвычайно нравилось выступать, он понял, что он часто становится предметом шуток во время некоторых выступлений. Как он выразился, «У меня появляется странное чувство. Я правда не знаю, за чью команду они болеют. Являюсь ли я шуткой или тем, кто рассказывает её?» – Я не думаю, что я очень хорошо понимал. – Я не думаю… Действительно, было несколько миниатюр SNL, в которых Дэвидсон играл менее лестные или слишком некомфортные роли. Например, его персонаж Чад. А в Weekend Update постоянно встречаются моменты, когда он раскрывает болезненные подробности своей личной жизни. По сути, Дэвидсон не был уверен, действительно ли его уважали на шоу, и он даже подумывал о том, чтобы навсегда покинуть актерский состав. Как он выразился, «Если я сейчас просто корм для скота, может, мне просто не стоит там быть? Они думают, что я чертовски тупой, типа из меня буквально сделали большого тупого идиота» Если у вас или у ваших знакомых сложилась сложная жизненная ситуация, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия психологической помощи – 8 800 333 44 34